приветствую вас дорогие друзья у меня на канале сегодня вместе будем готовить очень вкусный быстрый яблочный пирог сезон яблок и всегда думаем что же из них приготовить так вот я сегодня вам предлагаю приготовить этот пирог и для начала приготовить тесто сюда в миску положу 3 яйца комнатной температуры сахар добавлю ванильный сахар либо ванилин и забью получилось более менее такая пышная масса добавлю масло либо маргарин тоже комнатной температуры еще раз перемешаем добавляю сюда также сметана либо другой кисломолочный продукт можно взять йогурт можно взять мацон что есть под рукой и слегка тоже перемешаем собираем со стенок чтобы не было непромесса и теперь добавляю сюда муку первый стакан добавляю и вместе с первым стаканом добавляю разрыхлитель одну столовую ложку сейчас отмерим столовую ложку с незначительной горкой разрыхлитель добавляем сухими ингредиентами теперь потихоньку перемешиваю первую порцию муки и дальше будем работать руками замесили в меру плотное теста и посмотрите какое она будет казаться что просит еще немного муки как всегда мукой тесто не забиваем возвращаем в ту же миску где начинали и оставляем Немножко. Естественно, будет покрывать, чтобы не заветрилось. Оставляю в сторонке и готовлю начинку. Приготовим начинку. Здесь у меня яблоки садовские. Какие есть, такие берите. Будем очищать от кожуры и от семечек. И теперь нам нужно яблоки натереть на крупной терке. Сейчас я это сделаю и продолжим. Яблоки натерли и добавляем к ним сахар. Если вы любите, чтобы было послаще, добавьте больше, чем я. Добавляю также молотую корицию. Одну хорошую чайную ложку. И здесь у меня грецкие орешки, которые поджарила на сухой сковородке. Измельчаю. И также добавляю начинку. Если нет под рукой орешков, можете просто пропустить. Вот такая замечательная, красивая начинка у нас с вами получилась. Невероятно вкусно пахнет. Обязательно добавляйте корицу. А теперь будем работать с тестом, которое успело отдохнуть. Нам нужно поделить тесто на три части. Посыплем стол лукой. Эти положим в сторону. Третью часть можно будет раскатать. Теперь здесь у меня просьбой. в котором пергаментный лист. И я сюда кладу аккуратно раскатанный лист. Теперь хорошенько подправляем и по возможности делаем бортики. Вот такой вот у нас корж получился. И будьте внимательны, чтобы не было дырочек нигде на дне, чтобы сок от начинки не просочился. Начинку уже нужно поделить на две равные части. Еще раз вот так вот перемешаю, разровняю и поделю. Быстренько по всему пласту распределяем. Это в сторону. Теперь нужно раскатать следующий пласт точно так же. Лишнее убираем. И там, где не дохватило тесто, так аккуратненько доложим. И все, что останется, сгибаем с углом. Теперь вторую часть очистки тоже распределим на этот слой. Раскрыла последний корж и аккуратно застилаю им весь пирог. В нескольких местах сделала проколы для того, чтобы вышел пар. И отправляю в заранее разогретую печку выпекаться под 180 градусов. После этого встретимся. Пирог выпекался ровно 35 минут у меня. И теперь готовим глазурь. Для глазури нам нужно отмерить 3 столовые ложки сахара с горкой, 3 столовые ложки с горкой какао и 5 столовых ложек воды. Хорошо перемешаем и будем варить на медленном огне до булькания. Теперь выключаем огонь и добавляем чуть-чуть сливочного масла. Никаких не 50 грамм, не 100 грамм, а чуть-чуть. Буквально пол столовой ложки. И будем украшать наш пирог. ОНЕВИЧЕВИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И. Продолжение следует... Продолжение следует... И еще только теплым я его для вас разрезала на кусочки. Посмотрите. Вот такой. И для вас, конечно же, попробую на вкус. Очень вкусный. Готовьте, пробуйте. Пишите обязательно в комментариях, понравился вам рецепт или нет. На этом я спрощаюсь, мои хорошие. До новых, очень вкусных и мирных встреч.